Музыка Мне стало известно, по вашему желанию Был перегорожен заезд в лес села Красного На основании вы сделали такое распаление Хорошо, можно говорить? Пожалуйста Федор Федорович, приятно с вами поговорить Что вы вот обратились Я вам довожу до вашего сведения Две недели, три недели назад я выезжал Потому что там жалобы этих начальства нашего Николаевского Бруйские части Там и дети, и скот ходят И там народ посещает Я не знаю, дело в том, что Я рассказываю Я еще 8 лет назад обращался в Восточный военный округ Адмирал Сиденко Сейчас приехал новый командующий Восточным военным кругом Житко Который воевал в Сирии Герой России Я скажу, вы меня слушаете? Значит Я вам скажу Вот на протяжении этих 8 лет В войска ушли Останели воинские части Которые полуразобраны В аварийном состоянии Брошенные Вы сами знаете И я обратился в Восточный военный округ Что городской казачьей Общита Николаевская Это обращается к вам Почему безхозно брошенные объекты? Уже их несколько Поэтому Меня вызвали Восточный военный округ Я туда сначала письмо А потом поехал в штаб округа И там слышал такую ситуацию Сказали Это территория Министерства обороны На сегодня Повторонним туда ход запрещен Я вам оставлю фон Где Сейчас я приеду домой Я в городе нахожусь Вы можете И туда завтра Послезавтра На протяжении Сколько вам захочется И скажите Я туда езжу Или за грибами Или за ягодами Или отдыхать И почему казаки запрещают Потому что здание аварийное Нам Мне Восточный военный округ Официально Сказали Перекройте дорогу Сейчас Они сказали Ленту накините Чтобы там такую Ну Которая На лентах знаете Красно Там белая Потому что Посторонний доступ Туда запрещен Все вопросы Обращайтесь Восточный военный округ Это не моя прихоть Потому что Кто получит травму Я с ними заключил соглашение Эти объекты Будем готовить Сейчас Для разборки Потом Утилизации Будут готовить Территорию Для строительства Новой воинской части Потому что Министр обороны Шойгу Прикасал Все брошенные Военные объекты А у нас Тем более Не жовел Никто Тут ничем Не занимается Войнский Кроме гидрографической службы 113 178 Нету Приехал Новый командный Вы можете Даже с него Начинать Скажите Почему Мне запрещают Мне скажут Даже посещение Этих объектов Запрещены Территория Министерства Обороны Сейчас Придут Карты Я вам Лично Покажу Границы Вообще Никто Не имеет Права Туда Заходить Эти территории Пока Их не Придут Фонд Если Наступит Такая Ситуация Но Эти территории Нужны Министерству Обороны Поэтому Мне сказали Николай Вы Там Сначала Перекопайте Дороги Кто-то Там Знаете Кого-то Там Прибьет Или Траву Получит Буду Не стия Я вам Дам Телефоны Звоните Штаб Округа Министерство Имущества Обороны Нашего Восточного Военного Округа За вопросы Если Они скажут Открыть Дороги И ходить Там Даже Живите Там Федорович Вот так Поэтому Я У вас Придется Сказал Геннадий Олегович Объект Мы Военные Мы Сейчас Под охрану Взяли Не то Что мы Ковыряемся Или что-то Делаем Я сказал Мы Взяли Под охрану И чтобы Посторонняя Табина Перекопали Вот так Если разрешат Вам Лично Федор Федорович Я даже Вам там Поставлю Какую-нибудь Фазенду Чтобы Вы там Отдыхали Или Ходили Или что-то Еще Другое Ну вот так Так что Давайте Тогда Перетимся В понедельник Завтра Поедем Гидрографическое Сенат Сенат И там Командир И вы Ему Изложите И он Я думаю Он же самое Скажет Даже Я вам Еще Горьше Скажу Федор Федорович Есть Таяк Менщикова Который Тоже Нам Передали Под охрану И там Даже Запрещено Посторонним Находиться Не только Там Рыбаки Браконьеры Даже Туда Заходить Это Территория Министерства Обороны Поэтому Я Мужчина Взрослый Офицер Я Не Право Вам Геннадий Олегович Сказал Геннадий Олегович Давай им телефон Пусть Мне звонят Я буду Объяснять Но если Что-то Не понравится Давайте Выйдем На Восточный Войновый Круг Я Завтра Вы Приезжайте В город Я Вам Отплачу Проезд Туда Сюда На Атобусе За Своего Кабинета И Вы Выскажите Свою Точку Зрения Это Территория Министерства Обороны Даже Не Надо Своего Кабинета Про ФСБ Которые Тоже Курируют Там Эту Территорию Если У вас Еще Знаете На Берегу Это Бывшая Нефтебаса Каменная Вы же Давно Живете В этом Давно Вот Там Тоже Стояли Емкости На Бифе Растощили Там Какое-то Строение Осталось И там Какие-то Емкости Еще В земле Это Лихие Ребята Хотели Что-то Катать Своего Подъехали Ну Кто-то Вот Там Что-то И Когда Мы Встретились Это Тоже Объект Сказали Его Охранять Потому Что Военные Будут Заново Восстанавливать Объект Потому Что Сначала Разберут Утилизируют Рекультивары Ведут Земли И будут Готовить Потому Что У нас Нижовье Не Прикры У нас Тут Нет Войск Вы Сами Знаете Сюда Голы Побережья Кроме Солганов Там Каких Корабли Стоят Военные Ну А у нас В Амур Заезжаем Вот Китайцы Хоть Американцы Поэтому Назрела Ситуация Министерства Обороны Все Объекты Рекультивацию Проведут Даже Знаете Есть Полка Бульщи Вот Где На Наумово Там По улице Верх Там Сейчас Мы Заняли Его Мы Сейчас Готовили Документ И Ех Оттуда Взутчину Потому Это уникальное Здание Как Исторические Памяты Культурного Среди Нашего Района Эти Три Здания Во всей России Три Вам не Кажется Что Вы Ушли Далеко В сторону Я Понимаю Понимаю У каждого Начальника Есть Ораторские Способности Но Меня Интересует Только Один Объект Той Я Озвучил А теперь А теперь Меня не Перебивайте И Послушайте В свое Время Когда Эти Склады Функционировали По Периметру Была Натянута Колючая Проволока В два Ряда Между Этими Ходили Вооруженные Люди Понятно После Того Как Эти Объекты Ликвидировали Сняли Всю Проволоку Да Когда Была Натянута Проволок Люди Граждане Свободно Подходили К этой Проволоке Собирали Крыбы Ягоду Невдалеке Отпыхали Им Никто Не запрещал Въезд Что с этой Что с той стороны Был Всегда Открыт У меня Был Там Огород Далеко От проволоки Меня Никто Не Протеснял Потому что Я Не Постегал На территорию Части Дальше Про каменку То же самое Был периметр Огороженный Стояли Ребята И охраняли Этот объект Как только Все бросили Все разрушили И все Это я вам Даля ознакомление Минуту Минуту Тогда Мне Много Лапши На уши Навешали Теперь У вас Есть Письменное Распоряжение Эти Объекты Или А данный Объект Который Находится Вот эти Склады Воинские Реансы Под охрану И Есть Письменное Распоряжение Перекрыть Дороги Есть Или нет Так Давайте так Минуту Я вам Сейчас На следующей Неделе Придет Письменное Распоряжение Мне С Восточного Военного Круга И Лично Привезу Это Распоряжение Ознакомил И Отвывам Копию Чтобы Вы Лично Имели Такой Документ Чтобы Еще и Другим Говорили Что У вас Есть Разрешение Значит Минуту 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 Я Вам Задал Вопрос У вас Есть Письменное Разрешение Вы Минуту Вы Меня Не Недослушали Хорошо У вас Есть Письменное Разрешение На Перекрытие Дороги И Взятие Под охрану Военные Объекты Есть Или нету Для меня Есть Учная Разрешение Минуту Вы Мне Должны Ответить Есть Нету Я Вам Скажу Не Недослушали Вы Кто Милиция ФСБ Вы Глава Похищения Вы Района Вы Или Кто Там Директор Предприятия Что Я Вам Район Вы Приезжайте В понедельник Я Встречаю И Вам Разъяснят По штабу Округа Документы Мне За 5 минут Не готовят Прям Сядь Сразу Это Не Заявление Устроится Или Там Еще Что Написать Главе Района Поэтому Соступ Запрещен Я Вам Еще Говорю Если Вы Туда Приедете Я Обязан Вот Или Вы Пойдете Я Обязан Вызвать Моя Полиция Или ФСБ И Приехать Разъяснить Вам Что Это Министерство Обороны Территория Какой Огород Идите На свой Огород Подъезжайте Занимайтесь Из-за того Что Там Растащили Объект Очень опасный Для Повторных Что Там Детям Зрозных Так Не надо Мне Лить холодную Воду На мою Горячую Голову Объясняю Не надо Я Знаю Немножко Больше Чем Вы А Теперь Я Вам Отвечу На Ранее Заданные Вопросы Я Такой Я Гражданин Так Советского Союза Я Очень Рад Я Давал Сягу Когда Я Служил Вот Тем Более Вся Власть Принадлежит Коду Я Есть Народ Я Не Служу Никакой Организованной Организованному Преступному Сообществу Под названием РФ Понятно Потому Такого Государства Не Существует У них Нет Права На Территорию У них Права На Гражданство Понятно Вы У кого У кого У кого Поясните У Торговой Компании РФ Которая Называет Себя Государство У вас Какое Гражданство Я Гражданин Российской Федерации Это Моё Государство Моя Родина И даже Я Тоже Служил И Присягал И Как Высший Командующий Мой Училище Не надо Надо Мне Забивать Мозги У вас У вас Есть Доказательства Что Вы Являетесь Гражданин Российской Федерации Конечно Есть Какое У меня Есть Паспорт У меня Есть Свидетельство О рождении У меня Есть Все Документы Подтверждающие Что Я Гражданин Российской Федерации Нашей Вы Мне Можете Вы Мне Можете Пригоставить Эти Документы Конечно Федор Федорович Завтра Житет Север Каю И Передам Геннадию Олеговичу Он Вам Все Документы Даст Войди На меня Писать Жалобу Писать На меня Хоть Министру Хоть Вашингтон Хоть Путину Я Вам Так Скажу Я Уважаю Нашего Приска Путина Его Люблю И Обожаю Что Он Поднял Россию С колен Блядь У нас Был Блядь Этот Горбачок Который Развалил Потом Ельцин Пропил Наше Государство А Сейчас Наш Президент Владимир Владимирович Путин Поднял С колен Наша Государство С колен Сейчас Если Президент Путин Были Во провинции Военные Заводы Разваленные Пароходы Продавали По цене Машин Японские 2000 долларов Блядь При Ельцин Я тут Алкаш Бухал И Горбачев А Ельцин А Путин Сейчас Исправляют Ошибки Да Есть у нас Бардак Внутренный Столько Бардака Я даже Об этом Знаю Но А в внешнем Рынке Мы армию Подняли Восстановили Блядь Границы Блядь Сейчас Путину Что сказать Санят Восьмерки У нас В Владивостоке МОТ роили Сейчас Заводы Стали Работать Мы за счет Заводов Хоть Да В стране Бардак Пенсии Маленькие Жалуются Пенсионеры Дети Сидят Ну Безотица У нас Завод Он Угрозен Блядь Посмотрите Завод Какой У нас Блядь Смотрите Комсомольский Ядерных Подводных Водок Завод А Путин Правильно Вонять Ошибки Развалиться Можно За 20 Лет Все Блядь А потом Запостроить Да Воруют Там Министры Блядь Там Тащат На Все Они Тащат Все говорят Вот Россию А с другой Сороны Конечно Смотреть А то Что творится Да Путин Не может Даже Губернаторы Стасы Воруют Даже Руководители Воруют Конечно Все Вердак Блядь Но Что касается Президента Я даже Дышу Что у нас Такой Президент Я Дышу Что У него Да Он Подбирает Такой Аппарат Чтобы Исправить Ошибки Сколько Мы Уже Завим Вот Россия Вот Эти Перестройки Конечно Америка Выделила Мы Знаем Столько Сколько Правил Горбачев Ельцин А сейчас Минуту Минуту Имейте Привычки Перебивать А теперь Я не вижу В этом Чего Президент Ведет Хорошую Политику Не за него За Пленка Я говорю Я даже Дочке Сказала Будет Там Блядь Ни Тойдешь Там Против Президента Ты не голодовала Доченька В девяностые Годы Когда Строил Локти И когда У меня Как вы любите Псуна Вежать А Давайте Я знаю Я вам документы Завтра Передам Геннадию Олеговичу У вас Можете На меня Писать Жалобы Хоть на Крайсвета А за то Что у нас Это Руководство Конечно Тяжело Ошибки Значит Викторович Николай Викторович У меня К вам Просьба Пока У вас Не будет Писала Документа На перекрытие Дорог Вы Пожалуйста Уберите Ограждение На въезд В лесной Массив Какой Массив Запрещают Въезд Ехать Все едут На эту Воинскую Часть Какую Цель Вы Преследуете На этой Воинской Часть Что вы Там Хотите Отдыхать Это Территория Мерцлобороны Я вам Еще Говорю Значит Вот Когда Эта Территория Будет Огорожена Вот Тогда Я На нее Не Пойду А Пока Эта Территория Документально Не Огорожена На ней Нет Охраны Будьте Любезны Уберите Въезд Даже Когда Гладит Сгораживать Эту Всю Территорию Натянем Лент И кто Заступит Территорию Я вам Даю Слово Я Лично Лично Вывряд И отвезу Для Записи Протокол Каждому Можем Сказать Честное Слово Нечего Делать На территории Министерства Обороны Границы Вы знаете Где стоят Столбы Где там Все Порастащили Кто там Проволоку Смотрел Что-то Разбирал Значит Довожу 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 До ваших Сверх Доводите Пока У вас Не будет Письменного Распоряжения Разрешения Пока У вас Не будут Карты Где Отмечена Территория Пока Не будет Произведена Размер И установка Оградительных Сооружений Вы не имеете Права Никаких Действий Принимать Довожу До вашего Сведения Оно Действия Не проводит В целях Посещения Посторонних Здание Аварийное Я не знаю На кого там Плета упадет Или там Кирпич Кому-нибудь На бошку Упадет Я Несу ответственность Взял полномочия На себя Я вам С Хабаровска Пришлю документ Не надо мне Хабаровска Присылать Он должен быть У вас На руках Я вам Еще раз говорю Я завтра Еду в гидрографическую Нашу Беру документ И вам лично Передам Чтобы вы Знали Что Куда надо зайти Куда надо Пройти Или Что делать Нечего там Посторонних Делать Никому Ни моей Жене Детям Ни свату Ни брату И всем знакомым И всем близким И жителям Села Красное И Николаевского района Это территория Министерства обороны Все Я вам сказал Можете Назаловаться Вот всегда Федорович Вы грамотный Я вижу Вы ненавидите Власть Вы там Сейчас свое Гноте Вы ненавидите Президента Вы ненавидите РФ Вы говорите Вы там Житель Вы как Это А я люблю Свою РФ Люблю Весь народ Люблю Не люблю Нашу власть Вы любите Народ За то что Еще Минуту За то что Он несет Вам Деньги А мне еще Я вот здесь Еще Ни копейки Ни ки Вот вы Меня оскорбляйте Нет Еще Никто Мне Ни одного Не дал Никто За 10 лет И я сыну сказал Слушай Федор Федорович Теперь Мое мнение Минуту 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 А на какие Деньги Живет Ваше Казачество Ответки Я А теперь Довожу до Вашего сведения Федор Федорович Ой мой Я разбираю Дома Ветхое жилье Переселение Ветхого Деревянные дома Вы можете Обратиться В администрацию Мне администрация Выделила здание У вас За бассейна Потом его забрала И продала Блять Туиску Я там Находился Я платил За коммунальную Слуги Я пенсионер У меня Военные Блять 30 тысяч Я офицер И потом Еще до Вашего сведения Мы разбираем Дома Старые Вот эти деревянные Я продаю Это На оплату Моих Кто там разбирает На кормить Топоры Это Выдержи Нужно Блять Перчаток Тысячу пар Кругом гвозди Драмку Оббирать Потом я Врус Продаю Это На кормплату Никого Не чинул За 10 лет Никто Право Сказать Мне Никто Взятку Не дал Я даже Сыну Своему Сказал Еще Рубой Хоть возьми Взятку Хоть Я тебе Смотрелся Бульба Блять Как он Сына Застрелил Он За предателство Сына Застрелил А я тебе Говорю За взятку Моя Моя Семья Не жив Взятками И не надеется И нахуй нам Не нужна Я здесь За столько лет Не поймал И китины Нелегально Я ни одной Калуги Я даже Ни одной ложки Икры Не съесть За 10 лет Слушай меня Федор Федорович Если ты хочешь Обо мне знать Я не хочу Не хочу Я хочу Минута 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 В рейды С ФСБ Ни одного Я лично Ни одного Комсомольчанина Или с красного Ни одного Выбокно Блять Лично Сколько я знаю Никого не сдал Я не сука Я живу Алло Слышите Да конечно Вот я вам скажу Федор Федорович Я никого не сдал Я никого Я знаю Кто Блять Кто что Ловит Я просто Сам как родитель Мне уже Блять 57 лет Я не живу И не прячуся За чужую спину Чтоб кто-то Мне носил День Я в партиях Не состою Нахуй Они мне нужны Там всякие Единая Россия Вместе Блять Да я Жириновского Уважаю Блять Я его люблю Как отца Блять Потому что Он всегда Правду говорит Нет Я говорю Я за Жириновского Блять Какой не воду Да Ну он уже Старенький Его по этому Он там Президент потянул Я не ищу Легкой жизни Легких денег А то что Блять У меня Я сам За свои деньги Лично Вот Ну я там Разобрал 10 домов Деревянных Если бы Мне давали Деньги За эти дома Да Я бы вооружил Блять Своё войско У меня 140 казаков Фёдор Фёдорович А мне там Мы ходим На ДНД Блять Даже с милицией Милиция Все эти деньги Получает А мы просто Моя каждому Казаку Кто вот так Шеветносим Вышли Я им по 200 300 рублей Даю Где-то Накурило Ну там Они скинутся Блять Пиво Вот И никто Нет Вы бы могу Прикнуть И сказать Николай Ветрович Я даже Сходу Думарская Их Они мне Начали высказывать Я говорю Вы суки Все сидите На горбу У народа Блять Отплатят Там С пенсии Налоги Какие-то Вы считывают Вы блять Все милиции На горбу Государство Вы получаете Деньги Блять Вы поищем Вам все Мало Блять Вы пачете Поэтому Фёдор Фёдорович Не надо Меня Цук Прикнуть К тем Блять Кто Вы посмотрите У нас Берега Блять На Амуре Как в городской А вы на побережье Были Вы видели Сколько Хлама Амур Выкидывает На хуй А потом Все это Со шармами На берегах Хлам Блять У нас Не берега А свалка Городская Блять Никому ничего Не нужно Блять И все Только сидят Блять Говорят На хуй Никто Мне не дал Ни рубля Я тебе Клянусь Я хожу Я православный Человек От церков Хожу И я не ищу Блять Защиту От кого Кто-то Мне Дайте Мне Что у нас Творится Такой бардак В стране Но я Гражданин Российской Федерации Я живу Здесь Да Я живу У меня Жена Военная У меня Ребенок Я что Виноват Что у нас Блять Как в Грузии Сейчас эти Пидорасы Они все Лвал Бомбили А сейчас Наших Туристов Там Хотели Морщить Там Поэтому Я Не националист Я не был Никак Я служил На Украине Я служил Блять Честно Добросовестно Блять И когда Я заштурвал Своего Ракетоносца Блять Я знал Что в этом Направили Моя Государство Это Наша Российская Россия Наша Нашу Тут Блять Враг Не пройдет Но времена Посмотри Что творится Америка Блять Она Готушит Россию Это еще Начало Ты все Посмотри У нас Большой запас Еще На нас Блять Полмира Пойдет Еще За этой Воды Потому что У нас Раньше Я не знаю Сколько Вы прожили В Николаевске Мне все Эти Староживы Говорят Николаев Мы пим Воду Блять Зачерпнешь На лодке Плывешь А сегодня Блять Страшно Даже Никакой Фильтр Не очистит Нахуй Сколько Стритлеров В Китае Сколько Советов Комсомоль Хабаров А таких Городов У нас У нас Николаевске Нет ни одного Чисного Сорожа Чему Вы не напишете 12 выходов Блять В Амур Все это Срань Прииски Блять Что Нахуй Сейчас Новый Ебучий Прииск Полянка Они будут Сейчас Вот сейчас Щебачивание Началось У них А у них Я говорю А как Вы хвостохранились А вы че Блять Вы там Природ Вообще Угробники Мало того Что Блять Белая гора Там нахуй Хуярит Сливает Хвостохранили Никаких Там нахуй Сооружений Синтопил Малька Загубили Сколько Речек Посмотрите Кто речку Чисел Лес Вы пилили Нахуй Леса нету Посмотрите Вы летели Кострослеты Выборочно Этот Ебучий Дорец Про А давайте Мы встретимся И с вами Напишем Президенту Куда там Еще вы хотите Пожаловаться Нас услышат Давайте я народ Соберу За администрацию И идите Щас Блять Черпали Черпали Эти Пидорасы Блять Губернатор Выловили Рыбу Вычистили А щас Покин Даю Ловили Спиннигом А на че Блять Ты че На че Облачивали Это вообще Смешно Малым народом Разрешили Два раза в неделю А яку Вот эти рыбопромышленники Нахуй Сейчас Амур Не нужен Рыбу Нет Вы меня Слышите Слышу Вот Они сейчас Завезли Сети Блять В Лиман Туда Где-то там По 70 метров Я говорю Опять Нихуя Рыба Не пойдет Как в том Году Конечно У нас Бардак Блять Путину Докладывают И все эти Зевучие Министры Бывают Так Как им Хочется докладывать Чтобы Путин Их нахуй Не посадил И не выкинул Путин не может Он нахуй Не зми Городич У него не три головы Что говорит Вот он Путин Блять Если рыбу нет Путин Блять Или перекрыл Она нахуй Ему не нужна Надо искать Кто подписывал У нас зверя нету В лесу Леса нет Кроме медведей Блять Считаю Надо блять У Абрамовича Рода купить Нахуй Прикрутить Оленей Блять Рода Вон как В Якутии Прикрутить Министрам Нашим Козлам Которые Виновны И пусть Отодвигают Блять И накажем Написать Оленей Несахатой Блять Не то что Вы там Не высказываете Я тоже Накипело А вы мне Там говорите Вот это А я вам Обратное Говорю Я кем Не шестерю И не сижу В администрации Блять И не прошу У них Дайте мне На колбасу По моему Вы сам Пропычу Я помогу Я вам Много И очень Много Вы можете И в газету Мои Все разговоры Я вам Интервью Дам Что вы думаете Я боюсь С вами Напишем Президенту Блять С вами Напишем Президенту Блять 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 Блять